Доброе утро! Синоптики меняют свои прогнозы, то будет завтра дождь, то не будет завтра дождя. Как йога и дождь совместимы, если это такой йога-марафон? Под зонтиками? Для настоящих йогов не страшна погода. Настоящие йоги занимаются и в вагоне поезда, и в горах Тибета. То есть мы с сердцами, теплом своих сердец будем разгонять эти тучи. Это понятно, это настоящие йоги. А те, кто захочет принять участие, прийти к вам, может быть, впервые в жизни присоединиться? Мероприятие открытое для всех. Это интересно и для йогов, которые практикуют давно. Для них это уникальная возможность поучаствовать именно в этом фестивале. Бесплатно абсолютно. Где будут представлены основные направления по йоге. Плюс послушать лекции. Вот возле гимназии будет организована маленькая сцена возле девятой гимназии в скверике, где будут организованы лекции. То есть абсолютно для всех людей, которые имеют опыт и для тех, кто только слышал что-то про йогу и ничего об этом не знает абсолютно. Хотелось бы еще уточнить, как это будет выглядеть. Ну вот, допустим, лекции возле девятой гимназии. А сама площадь вся в таких ковриках или там какие-то отдельные на разные направления йоги? Да, там будет именно подготовлена площадка. Будут предварительно выложены коврики, чтобы люди могли прийти и поучаствовать. Ну, кто хочет, может прийти со своими. Может быть, они какие-то у них именные, без которых они жить не могут. Среди приглашенных мастеров будут звезды какие-то? Да, будет такая молодая красивая звезда из Москвы, президент федерации учителей кодолини йоги. Вот, собственно говоря. А детей с собой есть смысл брать? Ой, с детьми нужно обязательно приходить, потому что там будут организованы две площадочки, которые будут заниматься именно с детьми. Будут мастер-классы, то есть будет взрыв вулкана, то есть много всяких замечательных мероприятий. А родители в это время могут насладиться едой вегетарианской тоже. А мне вот интересно, маленькие дети, они ведь такие непоседы, во-первых, во-вторых, шумные. Они как вот йогов из медитации не выключают своими криками и беготняют? Нет, это, знаете, медитация и настроена на то, чтобы полностью в себя погружаться и... То есть там может все вокруг рушиться, лопаться, дети могут кувыркаться. Да, дети, да. То есть у нас там тоже планируется отдельная программа для детей, чтобы привлечь их именно к йоге, к здоровому образу жизни. И из мастер-классов будут проводить родители и детьми совместное участие, так что... Да, да. А с какого возраста, так скажите, детей стоит? Возраст? С 3-4 лет. Да, с 3-4 лет, совершенно верно. Понятно. Андрей, вот вы сидите в позе лотоса. Я, кстати, между прочим, тоже позу лотоса умел делать, но единственное, не в такой одежде. Вы можете подсказать вот человеку в офисной одежде, вообще в офисе находящемуся, можно какие-то несколько упражнений посоветовать, чтобы привести себя, что ли, в порядок? Утром, да? Да. Чтобы настроиться на день грядущий, проснуться, вот, давайте, может быть, вместе с вами попробуем на коврике. Давай, Женя, на коврик. А где же на работе коврик? Ну ладно. Нет, я встану на коврик, вы можете остаться в обуви на полу. Давайте. Так. И рассказывайте, что сейчас Женя будет делать. Так, в пиджаке, да, будете вы? Да. Ну, давайте снимем пиджак. Мы чуть-чуть сделаем несколько упражнений на позвоночник, чтобы проснуться, активизировать его, да, и чуть-чуть подышим, я вам покажу одну практику, крию или технику, которую желательно делать регулярно утром для хорошего здоровья, органов брюшной полости, ну и вообще хорошего самочувствия. Я весь во внимании. Встаем ноги чуть шире плеч, стопы параллельно, левая рука вверх, наклон в вашу правую сторону. Правой рукой на бедру или ногу, ноги прямые. А, прямые? Ноги прямые, да. Растянуть левый бок, потяните туда рукой. Ну, Женя, старайтесь. Хорошо. У тебя рука болит как раз. Возвращаемся в другую сторону. Проработаем позвоночник по всем направлениям подвижности. Потянем, разогреем все мышцы. Стопы чуть поуже, а руки сзади на ягодице. Прогиб назад. Взгляд вверх. У Жени что-то хрустит. Буду надеяться, что это аппаратура. Я бы на твоем месте. Наклон вперед. На суток получается. Можно руками от бедра толкнуться. Женя, как ощущения это, расскажи. Отлично. И теперь немножко подышим. На среднем кровь кислородом. Стопы на ширине таза. На вдох будем раскрывать грудную клетку. На выдох руки сводить перед собой. В принципе, мы подготовили перед будущими упражнениями, к этому упражнению, все мышцы. Сделаем 10 раз. Дыхание называется абхастрика. Или как переводится, кузнечная меха. То есть активный будет вдох, активный выдох. А голова не закружится? Да, я хотел сказать, что, возможно, критерий остановки – это головокружение. Поэтому мы сделаем не 20 раз, не 30, а 10 раз. Давайте. Хорошо, давайте. Дышим через нос. Достаточно. Восстанавливаем дыхание. Есть ощущение легкого головокружения? Нет. Должно быть? Ну, возможно, да. То есть можно вам будет на будущее дышать чуть побольше количества раз. И теперь смотрите. Я вам покажу сначала, а потом попробуйте сделать. Вам растягивать не обязательно. Будет вдох-выдох, наклон. Я покажу с прямой спиной. Вообще делается вот в таком положении. После выдоха мы задерживаем дыхание и втягиваем, расслабляем живот. Это выглядит вот так. Это что-то невероятное. Можно я закатывать рубаху на пол? Нет. Это не зависит от объема живота. Просто вы на задержке дыхания втягиваете, расслабляете живот. У нас изменяется давление, и вся кровь от нижней конечностей устремляется вверх. Это как вот можно сравнить, когда вы пьете коктейль, да, через трубочку вся жидкость поднимается вверх. То же самое происходит. И все внутренние органы, они как бы вжимаются, вся кровь застарела, она как бы застоявшаяся, она выходит из внутренних органов. Ну что ж, спасибо, Андрей, на самом деле такие упражнения в офисе. Я думаю, что Женя первый будет на йога-марафоне, так что ищите Женю Минулина со своим ковриком, я думаю, он даже пойдет и купит. Это прямо сейчас. Спасибо большое, у нас в гостях были организатор йога-марафона, первого, по-моему, в Екатеринбурге, йога-марафона, который пройдет завтра на площади 1905 года. Еще уточните время, во сколько начинается? Начнется с 10 до 18.00 в режиме нон-стоп. С 10 утра до 6 вечера. Это были у нас Андрей Жилин и Андрей Плетнев. Мы сейчас прервемся на рекламу и вернемся в студию программы Утро ТВ.